Для цветокоррекции этого снимка мы используем один очень хитрый инструмент. В некоторых пособиях он называется внешний канал. Дословно он переводится как применение изображения. В англоязычном меню он называется Apple Image. А как он выглядит в русском меню я просто не знаю. Для начала, почему мы выбрали именно эту фотографию. Снимок сделан при сложном искусственном освещении. И автоматический баланс белого у фотоаппарата с этим освещением не справился. Поэтому общая тональность такая желто-оранжевая получилась. От нее нам надо будет избавиться. Для начала мы сделаем дубликат снимка. Уменьшим его. И нам будет с чем сличать изменения, которые будем делать. Сейчас фотография в цветовом пространстве RGB. Переключимся на каналы и посмотрим каналы по отдельности. Красный канал светловат и содержит мало деталей вот в этой области изображения. Зеленый канал по деталировке неплох, но может быть немножко темноват. Синий канал, очень темный и теряются детали. То есть лучше всего для изображения будет зеленый канал. Будет потому, что мы в дальнейшем его используем. Итак, возвращаемся сейчас на полноцветное изображение. И вызываем этот самый инструмент. Apple Image. Здесь мы имеем источник наш снимок. Слои. У нас всего один слой, поэтому мы фоновый. Канал общий. Здесь мы включим зеленый канал. Поскольку он нам больше всего понравился. Как мы говорили, он немножко темноват. Поэтому режим наложения можно выбрать осветление. Каково? Насколько существенно изменилось? На самом деле для использования этого инструмента целенаправленно нужно обладать огромным опытом по цветокоррекции. Профессиональным опытом. Поскольку у нас его нет, то во многом мы этот инструмент будем использовать на импровизациях, интуитивно, пробуя тот или иной вариант. Итак, картинка изменилась и очень симпатична. Попробуем другой режим наложения. Мягкий свет. Темно. Можем изменить силу и эффекты. Но как бы мы не изменяли, темнота все равно остается. Поэтому лучше всего будет вернуться на режим осветления. А здесь, да, здесь вернуть. Те же самые проценты. Вот эта опция маска, она позволяет конвертировать используемый канал в виде серой маски. Вот здесь у нас стоит серый. Видите, включив эту опцию, мы как бы прибавили контрастности снимку. Вместо серого можно выбрать... Вот красный канал у нас был очень ярким. Значит, можем ожидать, что изображение немножко осветлится. Выбираем красный канал. Да, чуть-чуть осветлилось. В целом, получается очень неплохая фотография. С естественными цветами кожи. Почти чисто белым цветом. Одежды. В общем, коррекция, можно сказать, удалась. Но это еще не все. Не будем сохранять сделанные изменения. Выйдем отсюда. И преобразуем это изображение в цветовое пространство SMIC. Выбираем вот из этого меню. В этом цветовом пространстве мы получаем уже 4 цветовых канала. Смотрим голубой. Очень светлый, совершенно неинтересный. Пурпурный. Довольно любопытный канал. Он ярко подчеркнул красные элементы на изображении. Желтый. Темный. И опять же ничего интересного. Черный. Довольно неплохо. Изображение светловато. Но какие-то элементы просматриваются очень отчетливо. Возвращаемся к полноцветному изображению. Применяем инструмент. Внешний канал. Или применение изображения. Что вам больше нравится. По умолчанию у нас встал уже здесь в выборе черный канал. Хорошо, пусть будет черный. Но картинка преобразилась. Правда она немножко желтовата. Выберем режим наложения. Осветление. Это очень светло. А если режим умножения, темно и все равно остается желтый оттенок. На самом деле экспериментировать можно долго и достаточно интересно. Вот смотрите, что дает простой перебор режимов наложения. Это просто какой-то художественный инструмент. На самом деле путем несложного подбора я пришел к такому выводу, что режим наложения мы выбираем осветление. Из каналов выбираем самый светлый, голубой. Используем маску серую и пришли почти к тому же результату, который у нас был, когда мы использовали картинку с цветовым пространством RGB. Но согласитесь, обилие получаемых вариантов впечатляет. Сохраним ее в таком виде. Вероятно, в силу своей сложности, этот инструмент редко упоминается в разговорах о средствах цветокоррекции. Но, как видите, эффект от его применения может оказаться очень интересным.